Демократический выбор Добрый день! Я на самом деле не хочу как-то сильно накалять обстановку, все достаточно просто, я хотел только сказать вот о чем. На самом деле, вот мы сейчас смотрим на флаги, которые вокруг нас, большинство из них красные, но вдумайтесь, пожалуйста, в то, что происходит. Сегодня в городе Новосибирске существует коалиция из белых и красных, потому что та проблема, которую мы хотим решить, касается всех. Вне зависимости от того, какого цвета вы, вне зависимости от того, в какие идеалы вы верите. Пенсионный возраст повышают всем. Поэтому, уважаемые новосибирцы, каких бы политических взглядов вы не были, какого бы цвета вы не были, мы все вместе, мы должны победить. Мы должны победить, мы должны объяснить господину Путину и федеральному правительству, партии «Единая Россия», Ну, мягко говоря, что они не правы, а на самом деле, что мы победим. Спасибо. Партия, партия, дело. Здравствуй, Россия! Здравствуй, Сибирь! Мы все из Сибири! Здравствуй, родной Новосибирск! Меня зовут Викторович Олег Борисович. Я коренной сибиряк. Коренной это татары, придурок. Придурок, это ты, мелкий провокатор, который стоишь и кричишь там всякую чушь. Да будь мужчиной! Будь мужчиной! Не срывай этот минит, не веди себя как провокатор. Я здесь, я никуда не ухожу, потом пообщаемся. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы перестаньте вообще шульничество и мошенничество называть реформой. Это пенсионный геноцид. Это государственное преступление. Потому что это бьет в самое сердце государственного устройства. Так как этот пенсионный геноцид разрывает договор и согласие. Между народом России и между властью. То есть они вырыли своими руками огромную пропасть. И началось это тоже не вчера. И не тогда, когда начинался чемпионат мира по футболу. Это началось давно. Когда отменили 340 закон СССР о пенсионном обеспечении. Самый справедливый пенсионный социальный закон в мире. Это завоевание наших отцов и дедов, которые в нелегких условиях, понимаете, добились этих социальных гарантий. И построили государство, за которое они боролись. И отступиться от этого, это значит нам всем сплясать на могилах наших дедов, понимаете. На Руси так не принято, понимаете. А нашему государству, власть придержащим, пора понять, что народ, народ, это не быдло. Это не отчетность в бухгалтерской книге. Это огромное творческое население, которое желает жить на своей земле. Творить, создавать, созидать, кормить свои семьи, понимаете. И каждая семья это ячейка огромной страны. А у нас что, вы посмотрите, это антинародное правительство Медведева, которое однозначно в отставку. Мерзавцы. Набиулина из Америки не вылазит, консультируется, как бы еще и с поганей. Понимаете, колониальная политика. Они забывают, что Сибирь это огромный континент, занимающий больше 70% всей современной России. И когда расплодившиеся чиновники, которых количественно уже в разы больше, чем на всю огромную империю СССР, да, их как орда. И вот они приходят этой ордой и говорят, нас орда. А мы народ говорим, а нас рать. Я хочу еще Владимиру Владимировичу, любителю русских народных пословиц, рассказать одну исконно сибирскую, новосибирскую пословицу, которую с детства знает каждый мальчишка в Новосибирске. Кто нас обидит, трех дней не проживет. Это народная мудрость Новосибирска. Это то, что впитывают с детства. Не доводите до греха, не заставляйте радикально отвечать на это людоедское законодательство, которое вы пытаетесь пропихнуть. Отмените или уходите. Отмените или уходите. Отмените или уходите. Друзья, вот сегодня наши товарищи, да, еще докапывают картошку. А я нашим москвичам, которые так любят рассуждать о континенте Сибирь, ничего не зная о ней, хочу напомнить, в Сибири с морозами начинается настоящий политический сезон. Мы это показали, когда свергали этого мерзавца Городецкого, который... Мы это доказали, когда свергали мерзавца Городецкого. Этот мерзавец теперь сенатор. Чтобы он был не подсудим, его спрятали от уголовной ответственности. Поэтому, дорогие друзья, я вам желаю радости, любви, здоровья. Напоминаю, что вместе мы сила и вместе мы можем преодолеть любые препятствия. В столетии отпраздновали русской революции. Это надо помнить. Это завоевание, которое нельзя отдать. Мы все плоти от плоти России. Мы не радикалы, мы патриоты. А власть не слышит нас. Поэтому подставку правительства Медведева. И вы победили! Ура! Победа! Благодарю вас! Я прошу представителей нашей коалиции подняться на эту сцену. Представители коалиции, прошу подняться на сцену. Резолюция митинга жителей города Новосибирска в рамках третьей всероссийской акции протеста КПРФ против повышения пенсионного возраста. Город Новосибирск. 22 сентября 2018 года. Мы, жители города Новосибирска, жители других городов и районов Новосибирской области, представители разных политических партий, профсоюзов, общественных организаций и движений, выражаем решительный протест против повышения пенсионного возраста, умаляющего права каждого гражданина России. Косметические поправки президента нас не устраивают. Мы выступаем против других антиконституционных, антинародных, антисоциальных решений президента, правительства и Государственной думы, ведущих к падению жизненного уровня большинства населения, повышения НДС, роста цены тарифов, девалюации рубля. Мы видим в этих решениях желание власти в очередной раз залезть в карманы граждан, сэкономить на пенсионных выплатах триллион рублей ежегодно и заставить людей работать до самой смерти. Пенсионный возраст они повышают в стране, которую сами довели до социальной катастрофы и дефолта. Пятый год снижаются реальные доходы населения. Колоссальных размеров достигло расслоение между богатыми и бедными. 10% населения владеет 90% национального богатства. Однако платить за кризис предлагают не олигархи, а простым людям. Подавляющее большинство граждан страны не согласны с повышением пенсионного возраста. Однако власть делает все, чтобы заткнуть им рот. Федеральные телеканалы ни слова не говорят о многочисленных акциях протеста, сотрясающих страну. Создаются препятствия в проведении таких акций. Путем недостойных манипуляций фактически заблокирован и сорван инициированный КПРФ референдум о повышении пенсионного возраста. Сентябрьские выборы, на которых кандидаты от власти и Единая Россия с треском проиграла ряд регионов, пытаются грубо сфальсифицировать, как это было в Приморье. Эта недальновидная политика ведет к обвальному обрушению доверия граждан ко всем ветвям, институтам и уровням власти, включая президента страны. Мы, участники митинга протеста в Новосибирске, предупреждаем президента, правительства и Федеральное собрание Российской Федерации о тяжелых последствиях принятия закона о повышении пенсионного возраста для страны и ее граждан. Мы предупреждаем об ответственности за данное решение перед народом, высшим носителем власти в Российской Федерации. Мы, участники митинга в городе Новосибирске, требуем, первое, от депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, не принимать законопроект о повышении пенсионного возраста во втором и последующих чтениях, выразить недоверие правительству за проводимую им антинародную политику. Депутаты, исполняйте волю народа! Второе, от правительства Российской Федерации отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста и сложить свои полномочия в связи с утратой доверия большинства граждан. Третье, от президента, как гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, не подписывать антиконституционный и антисоциальный закон, отправить в отставку обанкротившееся правительство и сформировать новое правительство народного доверия. Четвертое, обеспечить проведение общероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, привлечь к ответственности фальсификаторов выборов в Приморском крае, обеспечить законность проведения второго тура выборов в Республике Хакасия, Владимирской области и Хабаровском крае. Пятое, остановить падение уровня и качества жизни населения, обеспечить индексацию пенсии и заработных плат. Руки прочь от кошельков, трудовых и социальных прав граждан! В случае, если наши требования не будут услышаны, мы будем продолжать борьбу за интересы подавляющего большинства граждан Российской Федерации. Нет повышения пенсионного возраста! Наше дело правое! Победа будет за нами! Кто за данную резолюцию прошел проголосовать? Кто против? Воздержался? Таковых нет! Уважаемые товарищи, от лица всех участников нашей коалиции я благодарю всех вас за то, что вы нашли время прийти на эту площадь и выразить свой протест. Если наши требования не будут услышаны, мы объявим новые акции протеста. Чем более многочисленными они будут, тем скорее эта реформа будет остановлена. Спасибо вам, товарищи! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok